В каждом городе есть дом, который, ну, условно можно назвать дом на набережной. В Москве был такой дом, в котором жили члены сталинского ЦК. И когда в 30-х годах начались репрессии, то в этих домах опечатывали, опечатывали, опечатывали квартиры. Там практически никого из прежних жильцов не осталось. И вот здесь, на улице Николадзе, в Тбилиси, тоже есть такой дом, дом, в котором жили генералы и руководство страны. И в 37-м году, когда начались репрессии, в Грузии не осталось ни одной семьи, которая от них не пострадала. В этом доме тоже опечатывали квартиры. И я не случайно сегодня нахожусь здесь, потому что 31 января исполнилось бы 90 лет Тангизу Абуладзе. Великому грузинскому режиссеру, один из главных фильмов которого, для меня лично, это фильм «Покаяние». Абуладзе на свет появился в Кутаиси, даже закончил там железнодорожный техникум. Но от судьбы не уйдешь. Он приехал в Тбилиси, здесь учился в театральном институте, где, кстати, одним из его педагогов был тоже уроженец Тбилиси, Георгий Товстоногов. Затем Абуладзе переехал в Москву, в Авгике он учился у Юткевича. Снимал разные фильмы, ну вот такая классическая трилогия, можно сказать, да, это «Мольба», «Древо желаний» и, конечно же, «Покаяние». «Покаяние» Абуладзе снял, когда ему было 60 лет, в 84-м году. Сценарий был невероятен по тем временам. Представляете, 84-й год, еще вовсю правит страной Коммунистическая партия Советского Союза. И вдруг такой сценарий. Как получилось? Ну, случилось это благодаря Шеварнадзе, потому что именно при его поддержке этот сценарий был запущен в работу, причем был запущен таким образом, что Москва не читала этот сценарий. Просто им сказали, что снимается исторический фильм на морально-этическую тему. И сценарий запустили. Бюджет был 900 тысяч рублей. Сейчас, наверное, сложно понять, много это или мало, но для советских лет это была сумма. Для Абуладзе это был такой семейный фильм, можно сказать, потому что в нем снималась его жена, принимала участие его невестка, которая стала соавтором сценария, снимался даже внук. Но мне кажется, что это семейный фильм для всей Грузии, потому что речь идет о тех самых страшных временах, от которых страна пострадала, конечно, невероятно. Абуладзе был очень верующий человек. В его дневниках есть такая фраза «Не любовь вопит, Господи, за что ты меня наказываешь?» А любовь вопрошает, Господи, за что ты меня милуешь? Покаянин стал последним фильмом Абуладзе, легендарная роль Вирикуан Джо Паридзе. Всего несколько слов она произносит в конце фильма. Эта дорога ведет к храму? А зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? И Абуладзе стеснялся предложить эту роль Анжи Паридзе. Все-таки она была на тот момент уже живая, живое божество грузинского кино, грузинского театра. Кахи Кавсадзе мне рассказывал, что он помог Абуладзе решить этот вопрос. Он позвонил Колбатону Вирико и сказал, что за съемку этого эпизода ей заплакать как за три съемочных дня. И Вирико сказал, что вы мне раньше не звонили. Я согласна. Но это, конечно, такая шутка. Фильм был, конечно, пронзительный, очень сложный. Но, как рассказывает Анна Джина Лиза, случались такие забавные, курьезные эпизоды. Но, в частности, вот этот труп Варлаама, это была чучела сделана. И когда съемочная группа переезжала с места на место, они это самое чучело возили всегда с собой и прятали в шкафу. И вот когда горничная начинала кричать при уборке номера, все сразу понимали, а ну, значит, Варлам выпал. Фильм, который можно смотреть, пересматривать бесконечно и который, самое главное, нужно смотреть. Для тех, кто его не видел, это просто, ну, можно сказать, даже долг увидеть эту картину для того, чтобы понять Грузию, понять нашу историю, понять 20-й век. В конце жизни Абуладзе хотел снять фильм про Ильют Чевчевадзе. К сожалению, не испыло. Вообще не все мечты Тенгиза Абуладзе воплотились в жизнь. Ну, в частности, он хотел снять еще фильм про Перасмани. Перасмани должен был играть Серго Закриадзе. Но тоже, к сожалению, не сложилось. Абуладзе задавался вопросом, как бы человек жил, если бы понимал, что вот этот день, последний день в его жизни. Знаете, на грузинском языке есть очень хорошее выражение «цутисопели». Это, ну, если переводить на русский литературно, то можно сказать, что жизнь – это один миг. И вот Абуладзе об этом думал. И мне хочется, чтобы мы тоже об этом не забывали.